МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинать стоит с изучения прогноза погоды, а при выезде на загородную трассу соблюдать скоростной режим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы видим, что надвигается метель, какое-то штурмовое предупреждение, всегда предупреждаем. И если человек увидел это, то лучше поездку перенести, отложить и не ехать, потому что это очень большой риск. Можно действительно попасть в неприятную ситуацию и на долгое время остаться где-то на дороге и в ожидании помощи. Если поездку отложить не получается, то МЧС рекомендует двигаться только по крупным магистралям. Перед выездом сообщите близким свой маршрут и примерное время прибытия. Необходимо взять с собой запас еды и термос с горячим чаем, теплые вещи и плед, лопату, мобильные телефоны и зарядные устройства для машины, аптечку, фонарик и батарейки к нему, упаковку сухого горючего, зажигалку или спички. Машину следует заправить до полного бака и с собой взять дополнительную канистру с топливом, даже если путь, по вашему предположению, не займет больше часа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особое внимание к многослойной одежде и просторной обуви. Врачи призывают утепляться и не надеяться на обогрев в машине. При себе обязательно должны быть шарф, варежки и шапка. Если вы попали в непредвиденную ситуацию и долгое время находитесь на холоде, и уже чувствуете недомогание, учащенный пульс и дыхание, незамедлительно звоните в скорую медицинскую помощь, чтобы не получить переохлаждение. Если такой возможности нет, то попытаться согреть поврежденные участки, ну, как правило, это пальцы кистей и открытые участки лица под воздействием собственного тепла. То есть это варежки, шапки. Ни в коем случае не рекомендуем растирать водкой, растирать снегом. Переждать непогоду или отогреться можно в пунктах временного размещения. Их по области порядка 150, сообщают в МЧС. Это все придорожные кафе, которые работают даже в тех случаях, когда трасса временно закрыта. В случае острой необходимости сотрудники МЧС могут развернуть и палаточный лагерь на месте. Но, как отмечают в Главном управлении региона, таких ситуаций давно не было. Если вы оказались на открытой трассе, не можете продолжать движение и вам необходима помощь, звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Звонок доступен при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты. У диспетчеров есть специальная карточка. На ее заполнение им дано всего 75 секунд. Далее информация поступает в службы реагирования. У нас место происшествия. В данном случае это город Бугуруслан. Улица здесь пишется, номер дома. В описании происшествия пишется, что случилось. В типе происшествия у нас пишется тоже как первоначальный диагноз. Видно, что на скорую помощь ушла карточка. Задача пострадавшего – как можно быстрее и точнее ответить на вопросы диспетчера. Это поможет понять, какие специалисты нужны на месте происшествия и в каком количестве. При снежных заносах на трассе важно сообщить, есть ли в машине дети, инвалиды, люди с заболеваниями, какой остался запас топлива и заряд мобильного телефона. У нас есть алгоритм действия. Мы по этому алгоритму задаем вопросы. И эти вопросы не то, что мы хотим их задавать. Эти вопросы согласованы у нас со службами, которые занимаются реагированием. Поэтому вот эти определенные вопросы мы задаем, которые необходимы службам. При двери и праздников регион засыпало снегом. Уже были зафиксированы первые случаи попадания в чрезвычайные ситуации из-за метели. Помощь понадобилась 18 автомобилистам. Женщине, у которой машина застряла в снегу на трассе Ясный, Адамовка, водителям в Ворске, Дамбаровском и Светлинском районах. В снежном плену оказались 5 человек на востоке Оренбуржья. Стихия бушует на территории всей страны. Водители большегрузов присылают в редакцию УРТ видеодорожные обстановки. Сотрудники МЧС предупреждают о самых опасных участках дорог. Это на востоке области, в районе Международного автомобильного пункта Сагарчин, в Кувандыкском районе у поселка Сара и в северном районе области. Редактор субтитров А.Семкин